Отлично, у нас будет съемка, так что красиво себя, держите спинку ровно. Так, ну мы переходим к второму нашему мастер-классу и посвященному Альсидоре Дункам. Кто же такая Асидора Дункам? У нас прямо фестиваль называется «Памяти Асидора Дункам». Никто не знает, кто такая Асидора Дункам? Никто не знает. Ну, кто знает, что она делает? Уже слышу, может быть, от меня. Асидора? Ладно. То, что она открыла свою школу, и то, что она сделала первую свободную таристь, то, что она умерла третью... Ну, это уже из личной жизни, да? То есть Асидора открыла свободный танец. А как это открыть свободный танец? Ну, не знаю. Да. Вот когда она была девочкой, как вы, и даже младше, она убегала на берег моря и смотрела на волны. А волны то набегали, то спадали, да? Правильно. То набегали, то спадали. А поскольку у нее мама была музыкантом, и с детства она, Асидора, привыкла слушать музыку классическую, да? Эта музыка у нее как бы была в голове. То есть ей не нужно было брать инструмент, ставить на берег моря, чтобы кто-то играл, да? А она вот вместе с волнами. У нее это в голове музыка звучало. И она поняла, что волны движутся в какой-то определенный ритм. Они не просто, да? Они набегают, спадают, набегают. Это как музыка, да? Вот крики. Ей заложена какая-то ритмическая основа. И волны. И она стала повторять движение волн. Ей было очень удобно, легко. Она увидела, как летят чаи. И она тоже раскрыла руки и стала бегать вместе с чаем, не смотреть, да? Вот так. Она видела, как облака. Вот и меняет свою форму. И она попробовала двигаться, плыть медленно. Так же, как облака. Это как будто медленная музыка, когда... То есть она музыку услышала в образах природы. Она в голове услышала музыку, в чайках, в полете птиц, в изменении облаков, плывущих облака. Это же все музыка. Там же тоже ритм зовут. Я, кстати, вот когда мы шли на... Прочее, говорите. Я, кстати, когда мы на набережном шли реализовать, я видела там облака, два облака. Наверное, такие немного слона похожи. Да. То есть если внимательно смотреть, то какая-то форма облака, она потом меняет. Но это незаметно. Вроде ты поднял голубь. Ой, была одна форма. Пока прошел, даже посмотрел, а облака уже растянулась, вытянулась, да, куда-то. То есть оно медленно движется. И Асидора вот она бегала на берег море, а потом ее мама привела в балетную школу. И там учитель сказал, встань на пальцы, одели пуанты, встань на пальцы. Она встала и ели, ели, сделай такое движение, вытяни спину, закрепи все. Она, почему я так должна? Я не хочу так, я не хочу так танцевать. Это же неудобно. Она сняла пуанты, вот это вот платье, да, такое затянутое, там, где по голове, вот эти платья затянутое. Одела свободную тунинку в платьице. Я хочу танцевать, как природа. Ведь тело человека создала природа, правда? Зачем его менять, переделывать? Я буду танцевать, как природа. И вот это у нее в голове сидело, что она чувствовала, что танцевать можно по-другому. Не так, как в балете, как учили девочек в балете, да, танцевать. Она не хотела так танцевать, но она хотела танцевать. А на сцену, а на сцену выпускали только те, кто научил был как в балете танцевать, да? И тогда ей пришла в голову идея, я создам свой танец свободный и буду нести его всем людям. И показывать, выступать на сцене, на больших сценах, чтобы все увидели, что можно танцевать по-другому. Но чтобы выступать на сцене, правда, все равно надо тело себя воспитывать. Это был ее естественный танец. Что она предложила? Она ходила, все люди ходят, она с вокала, все скачут, когда в хорошее настроение, бежала, как ветер. Она использовала простые, обычные движения, но эти движения были необычные. Это казалось, что это же были музыкальные движения, да? Вот как музыка ей говорила, она так и двигалась. А облака помогли понять, что все движение никогда не останавливается. Оно все время движется, движение. Даже когда я стою, внутри я продолжаю побыть идти. Музыка же продолжается, правда? И вот классическая музыка помогла ей, образы природы помогли ей создать вот такой танец. И действительно, когда она стала девушкой, выросла. Кстати, в 13 лет она бросила школу, сказала, что это бесполезная трата времени. Ну, это было сто лет назад, больше, да, сто лет назад. Вот. И открыла свою школу танца вместе с сестрой. У нее еще была семья два брата и сестра, Элизабет. Вот. И они открыли школу. Даже были такой справочник, ну, как желтый страниц, да, справочник, где у них, значит, школа танца Айсидоры и Элизабет Дункам. И к ней приводили девочек. Хотя она сама ей еще была в 13 лет. Но она такая была крупная девочка. Тринадцать часов тридцать минут. У Вики завязанный ключом, да? И она оказалась еще старше, как будто ей восемнадцать уже лет. Вот. И они с сестрой вот учили, начали учить детей, которые их приводили. И дальше, когда ей стало уже исполнить восемнадцать лет, организовали ее первые кастроли. И они поехали в Будапешт, потому что они жили сначала в Америке, а потом переехали, уехали из Америки в Англию, потом вот в Венгрию. И там все люди, которые были связаны с искусством, с культурой, они все были удивлены и ошарашены вот этим танцем, который предъявила Айсидора. Она танцевала музыку и казалось, что танцует сама природа. И она стала знаменитой. Ее стали приглашать выступать везде. Все хотели увидеть Айсидору. Все хотели увидеть вот этот свободный танец. Ведь для нее никто так не танцевал. Ну, был балет, да? Были пуанты, пачки такие, все это. А вот так вот свободно, чтобы одна там, женщина, да, танцевала вот босиком, по сцене такого дня была. Они даже ее ругали. Как это она так смеет выходить на сцену босиком? Что такое вообще? Нельзя. Нужно чтоб тело было одето. Нельзя вот так свободно. Она говорила, да посмотрите другую картину художников позже Возрождения. Посмотрите. Там же все рисуют, когда, да, свободно, девушки летящие куда-то, да, там босиком. Они там движутся. Мифы Древней Креции. Там же свободных туникам, да, босиком. Все музы, музы, танцы, тропсихора. Она же свободна. Свободные туники босиком танцуют. Все нимфы там разные, да, они живут. Это же свободный танец. Вот уже художники же все нарисовали. И все говорили, а те, которые нравились танцы, нравились танцы Сидоры, они говорили, ой, она же сошла с картины. Как будто она с картины сошла, да, и вдруг стала танцевать. Как будто картина ожила. И там эта нитка, и девушка стала танцевать. Весь мир был покорен ее танцем искусством. Ну, конечно, она очень много над собой работала. А не ножки, да, там, и стала сразу танцевать. Конечно, тело надо воспитывать, да. Воспитывать ножки, да, вот носочки, да, чтобы... Она на носочках училась ходить. Ножку правильно ставить, да. Не так заворачивать. Да, да. А она себя все равно воспитывала. Она всю жизнь работала над собой. И она постепенно вырабатывала специальные упражнения, чтобы подготовить других девочек, да. И она открыла потом школу танцев. Набрала туда девочек. И шесть из девочек, они выросли. Уже потом стали девушками. И продолжили ее преподавать. И вот так вот эта связь с ней разорвалась, да. А в России у нас эта связь разорвалась. Она приезжала в Россию, тоже в России, от Москвы открыла школу танца. Но потом через три года пришлось уже уехать, потому что никто не помогал правительству школе. Но осталась, с ней приехала еще одна ученица, Ирма. Вот из этих шесть девочек, которые выросли, да, которых она воспитала. И она осталась, Айсидора уехала, а Ирма осталась. И она продолжала готовить девочек из московской школы. И они тоже выросли. Стали девушками, потом уехали на кастроли, очень много гастролировали. Был очень популярен танец Айсидоры Дункан. А потом настали времена, что вот запретили танец Айсидоры Дункан. А потому что считалось, что он из-за границы. А мы же танцуем не будем. А потом уже прошли годы, и мы стали восстанавливать этот танец. Вот наш фестиваль. Да, мы открыли, провели уже 22 года назад. У нас был первый фестиваль. И мы вот так каждый год проводим и возрождаем вот эту школу. Именно школу танца Айсидоры Дункан. А в Москве вот эти девушки, которые выросли, они потом... Ну им не разрешили преподавать уже, передавать эти знания другим. Вот потому что такие были времена. Что танец Айсидоры был из-за границы. А Байвер классический, извините, откуда? Не из-за границы? Из Италии, из Франции. Это же тоже из-за границы. Почему-то его не закрыли. А Айсидору был так, что танцы закрыли. Ну я думаю, что поддержали балет. Правильно. Потому что нашлись в правительстве любители балета и его сохранили. А Айсидору решили не сохранять танец. И вот прошло много-много лет, да? И вот когда мы стали вот заново вознождать эту школу. И сейчас это уже все понятно. Что действительно это танец самой природы. Это танец, который мы не выворачиваем бедра, как в балете. Мы не ломаем свое тело. А мы танцуем тем телом, которое нам дано природой. Так это же наоборот здоровье. Этот танец вообще помогает здоровому человеку. Сейчас это ни у кого не вызывает сомнений. А раньше вот это вот все было. Такие были времена. Я вот раньше ходила на танцы. Там надо было бы разворачивать. Ну ты ходила на дворян, на гимнастику. Так, мы об этом еще поговорим. Итак, давайте попробуем у нас сейчас. Что же предложила Асидора, да? Эти движения вот она предложила. Вот вставайте сюда. Мы сейчас сделаем самое главное движение, которое потом используется во всех других движениях. Вот самое главное движение. Значит, мы встаем. Вот камни лицом вставайте. Так. Ну, здесь мы тоже, у нас ножки так же, пяточки вместе, носочки в ровно. Вот есть земля. Человек. Небо. Да? Вселенное. И мы как бы, вот, человек, он как бы, ну, он пропускает, да? Мы же связаны с землей. Мы ходим по земле, да? На камень. И мы через себя, через свое сердце, через свое восприятие природы, мы открываем мир. Вот так. Руки раскрываются. И вниз. Давай еще раз. Ой, земля. Человек. Ручки складываем. Вот так. И дальше мы как бы тянемся, как цветочек. Раз. И открываем небо. И обратно, так, опускаем землю. То есть мы возвращаемся к земле, да? Вот. Вот. Вот это три момента такие, да? И вот это движение, открытие неба, это у нас будет. Это как бы ламы, да? Решение такое. Как придут руки, как тянутся. Сможем ли мы посмотреть глазами на небо? Вы можете посмотреть вот на небо? Ну, это как бы, видите, потолок, да? Там, если мы подключим воображение, мы же увидим не это там. Мы как бы расширяем пространство. Говорят, у нас нет стен, у нас нет потолка. Да? Как будто бы бесконечное движение идет. Так. Юрий Ильич, ну, можете сыграть, забыть и вальс, а мы сейчас попробуем раскрыть небо. Ну, первую часть, чтобы мы открыли небо. То есть только первую часть? Да, только первую часть. Нет, вот видишь, у тебя уже хочется, да, развернуться. Да. Да, хочется уже развернуться. А? Все, давайте. Так, зима, у нас руки внизу. Так, голова тоже опущена. Еще мы ко мне спим. Маша, как будто мы спим. Ну, как зернышко, да? Цветок, он же не сразу появляется, а не зерна. Зернышко. Играет зернышко. Тепобя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok Маша, иди сюда. Может, тебе тоже носочки снять? Ты там ногами черными великаешь в кадре, или ноги велика. А то все будут смотреть на дворе. Черные носки. Они серые. Все, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, это кто так подержал? Так, Алиша. Ну, танцы. Ну, ладно. Репетиционные, да. Нам не помог. Ну да, чтобы это, да. Да, да. Так, ну давайте посмотрим, девочки. Сейчас покажу. Юрий Ильич, Колька. КОНЕЦ МУДИВА Мебель. Ты чё? Ты чё? Мебель. 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 А можно так и закончить, как бы каждый попытался убежать в свою сторону, если с тканей. Так, ну кто еще вот эту музыку может взять? Я Санжела. Да, давайте Вера. А Анжела не пробовала. Давайте сейчас кто пробовал? Вика и Аню. А нам тоже можно еще? Так, а вы поняли, когда мы про дворочек? Да, про дворочек. А я сейчас. Ну да, что еще там было? А у вас есть? Давай попробуем. Ну сейчас мы посмотрим, как там на дорогах, там проходить под дворочками. Они по-моему, как раз подходят. Да. Алина, подожди, мы сейчас покажем под дворочками, проходите, потом вы попробуете. А вы знаете? Да. Ну, соответственно. Алина и Вика знают. Ну, по-прежнему. Да. По-прежнему. Итак, два, две фразы. Туда-обратно, туда-обратно. А потом поднимаете небо. Вика и Алина, и девочки червы, и Настя, и Лада, и волосы. Давай, приготовились. Вика и Алина. Вика и Алина. Вика и Алина. Вика и Алина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я вас попрошу, наоборот, первыми встать, девочки, чтобы за вами. У нас будет, смотрите, три пары. Или можно сделать так. Вы будете... А как вы за ручку любите? Нет, вы можете вот там, с той стороны, быть... Вот, естественно. Алина и Элджинир, идите туда. Вы будете к нам на встречу двигаться. Тогда поменяйтесь, да, вы первыми сюда встанете. А мы сейчас в паре, я буду с... Пойдем с тобой, да, парень. Игорь, я с тобой. Так, мы будем с вами... А Маша? Так, давайте, отходите до сих пор. Я говорю, наверное, Маша. Маша, она сказала, что не хочет. Не хочет. Да, ну, посмотрим. Идите туда, мы на встречу будем друг другу. А как мы не можем вернуть? Нет, мы распределим. Просто нет. Идите туда еще, отходите назад. У вас там еще сзади выстрелились? Не знаю. Так, Вика, камни поближе, нити не сели. У нас коротенькая ткань. Так, готовы? Музыка. 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 Четырнадцатого часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...